доброго времени суток рада вас приветствовать на моем канале поздравляю вас со старым новым годом что многие его хоть немного отмечает но узнаете у меня такое вот ощущение что обычный новый год он вот такой какой-то суетность и бегают что-то куда-то какие-то подарки срочно нужно там какие-то договоренности о встречах компании и так далее а вот старый новый год это больше уже наверное как домашние такие посиделки чисто вроде бы символически но при этом отмечать и это в общем-то один из вариантов дани нашим предкам но уже по-моему все настолько запутались с этими разными календарями но неважно интересно людям нравится и прекрасно свете последних событий и просьб людей наверное да стоит такой расклад сделать я хочу сегодня сделать расклад на львов не помню делала я ведь или нет на липе на луцка делала но давно она киев не делала о этот только на львов и цените а вот давайте посмотрим уж очень там бурно поляки мутят воду очень бурно они мечтает львов с некоторыми еще областями тоже по моему волынской вернуть свой состав и увеличить свою территорию как говорится время покажет как она будет не другая приходила информация ну правда тут на всех на многих во всяких случаях пабликов пишут поляки берут себе я на противоположную вещь но как говорится мы предполагаем высшие силы располагают а пока на данный момент львов представляю вашему вниманию город львов эта карта такая очень своеобразная с одной стороны во львове в общем то все нормально там поначалу когда-то что-то прилетало сейчас и прилетает может быть но в основном город на данный момент живет своей жизнью но людей приучили работать много но не не за большие деньги то есть труд людей не очень ценится и пока вот в этом состоянии город и живет но на деньгах зациклены они серьезно что там сейчас происходит знаете как ни странно очень многое он жители львова так скажем что выговорить по-другому это сложно идет вообще переоценка всего и это идет еще и влияние каких-то новых происходящих событий плюс то что у них есть ограничения по какому-то снабжению города и при этом жители львова вынуждены начинать от чего-то отказываться ну полякам же разрешили везде и всюду влезать во все структуры наравне с украинцами это конечно весело то есть президент страны свою страну слил другому государству вообще классно но при этом они стараются демонстрировать что у них все хорошо но я вам всегда говорю что это карта очень необычно вроде все хорошо человек сидит двигаться не хочет потому что такое ощущение что если он станет он это место потеряет у него вроде все хорошо но за ширмой на самом деле ничего нет там просто стена нет никаких рисунков поэтому то что скорее всего во время приезда то что был приезд этих трех недопрезидентов ну еще поляка можно назвать нормальным президентом остальные таки не пойми чего потому что государства абсолютно не имеющие никакой своей своей как-то правильно это говорят независимости полностью зависимая что прибалты что украинцы полностью зависимы от других и скорее всего вот это еще карта может говорить о том что то что нам с вами показывали картинку на телевизоре да какие они там все счастливые на колени становятся чуть ли не руки там целую даже говорят этому дуде это все картинка красивая картинка на самом деле за этой картинкой особо ничего нет потому что как бы к не относились к западной украине там тоже не идиоты там есть тоже разумные люди понимают чем чревато польша для жителей западной украины они могут просто в один прекрасный момент старым львове если кто живет оказаться на улице так ну давайте посмотрим львов до марта месяца ну вернее важные события где-то должны начать происходить марте месяца где-то в десятых числах марта вот так приблизительно важные события которые могут изменить жизнь самого львова ну можно сказать что в принципе для львова перемена уже начинается то что было раньше жизнь она подходит к концу впереди новые цели новые планы только другой вопрос кто это цели ставит вот но пока будет спокойно хотя мы видим что тут уже вышли две карты мечевых возможно руководство в отношении любого уже приняло решения есть какие-то определенные договоренности и они рассчитывают на поддержку и помощи и финансирование ну и скорее всего на поставку вооружений благодаря этим каким-то договоренности но пока в городе можно сказать что в ближайшее время будет тихо но не за горами изменение пути для львова изменение пути это чем а это вот скорее всего начнутся боевые действия то есть они в общем то тут уже на пороге очень близко и вполне возможно вот где-то марте они начнутся и так начнется боевые действия как вот события связанные с боевыми действиями опа победа до боевые действия начнутся бы будет не не сможет львов избежать их будет нанесен удар по львову и начнутся боевые действия скорее всего будет повреждена какая-то инфраструктура брак благодаря этому удару вот это будет резко но при этом победоносные боевые действия как для россии будут складываться ну или союзной армии то есть вот то что вот для россии как раз это будет можно сказать что победоносные шаги мне тут писали что да это карта о том что ясно видеть ситуацию понимать и но дело в том что когда вы видите ясно ситуацию вы выигрываете то есть удача успех на вашей будет стороне придется где-то и защищаться кому-то могу может быть россии вот но в конечном итоге будет благоприятно для россии все силы будут на стороне россии в этих боевых действиях в районе львова так что не удастся избежать любого боевое действие вот на всякий случай покажу вам такую вот книжечку но и такая другой колоде но значение принципе у общее итак туз мечей ясность ума действия великих сил новый подход сила долговременный успех решительность и амбиции это вот то что касается россии это так чтобы ко мне особо не приставали велики тарологи не надо со мной спорить вот то есть боевые действия будут союзной во всяком случае армии так будем называть так посмотрим белоруссия войдет или нет в это войдет скорее всего создадут ситуацию когда это будет неизбежно войдет вместе будут действовать но боевые действия во львове будут точно так что еще можно в отношении будут ли наноситься удары по самому львову скорее всего любовь самому городу удастся избежать вот этих именно серьезных прилетов по городу будут все таки стараться сохранить если конечно сами высушники его не раздолбает как они это везде делают вот события будут развиваться очень быстро и городу удастся избежать неприятностей все должно быть за хорошо причем за этим будет вестись очень серьезный контроль ну вот войдет ли львовская область состав россии со временем ну пока на данный момент это туман но скорее всего да это даст для области очень много возможностей это новые идеи новые планы новые отношения новое развитие и ресурсы соответственно то есть скорее всего что да хотя начали это будет непонятно до последнего момента ну и нашими ребятами цель будет достигнута вот такой расклад небольшой получился на львов но нам всем желаем мирного неба над головой берегите себя берегите своих близких до новых встреч